4 января в Москве было около нуля градусов. Любители бегов с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Гвоздем праздничной программы был котел в игре «Шесть побед», оставшийся с прошлого года. В первом заезде со старта повела фаворитка Милая Берта Анатолий Якубов. Она уверенно лидировала ровно три четверти, после чего кобыла на ровном месте сбилась, да еще так неудачно, что затормозила многих соперников. Без потерь из кучи малы смог выбраться только циклон Лок Андрей Вилкин, он и победил с большим отрывом. Текила Джаз Лариса Танишина – вторая, третий приз у Рифа Инесса Коломеец. Ну а главного героя Анатолия Якубова в течение ближайших трех недель мы на дорожке не увидим. Во втором заезде с места до места выиграла Ольга Исаева на Бруклине, выступавшем под нулем. За второе место боролись также нулевой «Ламантин» и тамбовская гастролерша «Верх». Провинциалка оказалась сильнее. На «Верхе» выступала Людмила Любимова. Перед призом имени Вниика вопрос «Кто победит?» не стоял. Первое место Заветного сомнению не подвергалось. Однако еще до старта зрители увидели удивительную картину. Заветный заскакал. Такого с ним не случалось уже много лет. По дистанции заслуженный Крэг сделал все, что мог. Даже догнал лидеров. Но в конце сил не хватило. Заветный финишировал пятым. А победила все та же Ольга Исаева на крикете. Второе место у Вячеслава Сучкова на летописце. В пятом заезде бежали орловцы, которым предстоит через две недели участвовать в зимнем дерби в мемориале Кулешова. Среди фаворитов назывались Историк, Звездопад, Покой, Ватибор. Однако по дистанции сложилось впечатление, что все они экономят силы для главного старта. В итоге первым в более чем скромную резвость 2 минуты 14,6 секунды финишировал ректор Вячеслав Сучков. На второе место выехала Лариса Танишина на Ижице. Историк разделил третье-четвертое места с Кинотавром. После этого заезда в игре 6 побед количество играющих билетов резко сократилось. Главная неожиданность подстерегала игроков в следующем заезде. Первым финишировал фаворит Лелик. Однако большую часть дистанции он бежал неправильным кодом. Поэтому первое место отдали Катуне Игорь Михайлович. Ее резвость 2 минуты 23,8 секунды. Лошадь была вне игры. В шести победах образовался второй подряд котел, который будет разыгран в следующее воскресенье. Давайте разберемся, что же произошло. Итак, Катун в трех последних выступлениях показывала резвость в районе 2 минуты 33 секунды. В том числе две недели назад. Примерно той же кампании. И вдруг кобыла бежит на 10 секунд резвее. В рассказы о чудесах тренинга, обеспечивающих такой прогресс, я давно не верю. Все гораздо проще. В предыдущих стартах наездник сознательно ехал польшпейсом. Между тем в правилах четко сказано, что наездники должны стремиться к победе или занятию максимально высокого призового места. Да, Игорь Давыдович, на лошади способны бежать 2.23, вы должны ехать 2.23, а не на 10 секунд тише. Если такие правила вас не устраивают, поищите другое место для своих понтов. Идеально для этого подходит цирк. Все это совсем не безобидные шалости. Зрители после подобных заездов покидают трибуны. Многие навсегда. А нас и так осталось мало. Нас надо беречь. И не превращать бега в клоунаду. В следующем заезде легко победил Раиль Габрашидов на Локотской Гаване. Обратим внимание на стремительный финиш сына Бертолио Рэмбо, который остался вторым. В скором времени логично ожидать от него побед. Еще одна локотская лошадь из конюшни Раиль Габрашидова финишировала первое в седьмом заезде. Кристина Соколова победила на Эпосе Лок. В предпоследнем заезде вне конкуренции была спиннинг-бэк-кик Антон Дурнопьянов. Последнюю четверть она пробежала за 33 секунды. И, наконец, завершились новогодние бега красивым финишем с участием белого паруса Владимир Кондратюк и перестановки Юрий Чифранов. На четверть головы впереди оказался белый парус. Итак, в следующее воскресенье 11 января в игре «Шесть побед» будет разыгран двойной котел размером более полумиллиона рублей.